Этот меч держал в руках человек, живший еще в VI веке до нашей эры. Правда, его имя и судьба самого сломанного оружия так и останутся исторической загадкой. Совсем недавно ценный экспонат Гмилики привезли из Москвы, где 10 месяцев его реставрировали. Из Москвы пришлось везти просто поездом, поскольку с самолетом в Москве ни с кем не договоришься. И даже поезд мы с коллегой, с Алексеем Пучковым везли, даже входя в метро, в ЖД вокзал, каждый раз доставали документы и начиналось все заново. А вы кого здесь хотите победить и зачем это вам, если так далее. А нашли меч в Тюменцевском районе еще в 2008 году. Тогда тракторист во время полевых работ даже не догадался, что ржавая железяка всколыхнет мировую археологию. Подтвердят это и ученые. Навершие, выполненное в виде парных голов грифонов, и рукоять золотой проволокой – часть скифской культуры. К нам приезжали исследователи из Канады, из Японии, специалисты по оружию, причем не средневековому, а именно доисторическому оружию. И вот в частности канадский ученый сказал, что такой сохранности, такой длины лезвия, 80 сантиметров, таких мечей примерно 10 в мире. И ближайший к вам находится главный музей Египта в Каирском музее. Время не пощадило металл. Острие меча утеряно. Правда, непонятно, то ли во время боя, то ли так и осталось в земле. Теперь же столь ценный экспонат войдет в экспозицию музея «Культура древних народов Алтая». Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.